с вами николай пименко в проекте дата сегодня 6 июня пушкинский день в россии в 1799 году родился александр сергей пушкин наш великий русский поэт как известно на визитной карточке ставила только его фамилия и этого было вполне достаточно для нас это действительно все и хотя по воспоминаниям свидетелей характер кумира был далеко не ангельским он умел и над собой подшутить и других поставить на месте смеясь жестоко над собратом писаки русские толпой меня зовут аристократом смотри пожалуй вздор какой не офицер я не асессор я по кресту не дворянин не академик не профессор я просто русский мещанин сегодня же международный день посвященный русскому языку учрежден он в 2010 году отмечается естественно в день рождения александр сергеевича в российской федерации праздник учрежден в одиннадцатом году в качестве российского государственного праздника ну а теперь еще родившихся в этот день в 1599 году рождается диего родригес де сильва веласкес великий испанский художник придворный живописец филиппа четвертого знаменитое выражение мастера предпочитая быть лучшим в изображении уродства а не вторым в изображении красоты его имя носят бульвар в москве кратер на меркурии ему посвящен стих бальмонта 1850 год в этот мир приходит фердинанд браун немецкий физик который в 1909 году разделил с итальянцем гульельмо маркони нобелевскую премию за изобретение без проволочного телеграфа в 1897 году он создает первую в мире электронно-лучевую трубку которая впоследствии будет являться неотъемлемой частью измерительной и телевизионной техники томас манн родился в 1875 году немецкий писатель один из наиболее ярких и влиятельных европейских литераторов 20 века уже первый его роман буденброки приносит успех затем последовали такие шедевры как волшебная гора иосиф и его братья доктор фаустус в 1929 писателю присуждена нобелевская премия за вклад в мировую литературу когда в германии к власти приходят нацисты манн покидает страну живет в сша после войны возвращается в европу и последние годы жизни он проводит швейцарии арам ильич хачатурян родился в 1903 году армянский композитор народный артист ссср лауреат госпремии ссср герой социалистического труда автор знаменитых балетов спартак и гаене в 1904 году появляется на свет татьяна иванна пельцер народная артистка ссср которая играла московском театре сатиры а потом театре имени ленинского комсомола зрители помнят ее по фильмам свадьба с приданным солдат иван бровкин максим перепелица укоротительница тигров трое лодки не считая собаки и многим-многим другим пельцер были подвластны все жанры гротеск экстравагантность в ее игре сочетались с удивительной естественностью тонким психологизмом но главные героини актрисы по ее собственным словам женщины с крепкими руками и добрым сердцем мамы тети соседки уборщицы медсестры бабушки события этого дня 1882 год электрический утюг патентуется сели генри у нагревательным элементом была электрическая дуга между угольными электродами которым подводился постоянный ток ранние модели электрических утюгов были небезопасны из-за несовершенства конструкции они очень сильно били током но к 1892 году компании модернизировали электроутюг начав использовать в его конструкции нагревательную спираль и пользоваться им стало намного безопаснее в 1922 году в стране выходит журнал крестьянка первое советское издание для женщин в первом же номере опубликовано обращение председателя в цикл михаила калинина крестьянкам советской россии где разъяснялась роль журналов при общении тружениц к общественной и культурной жизни молодой советской республики 1933 год в городе камдан штате нью-джерси открывается первый кинотеатр в котором автолюбители могут смотреть кино не выходя из автомобиля стоит это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр фильма машины но в сумме не превышает одного доллара размер экрана 12 на 15 метров 1944 год открытия второго фронта в европе союзники начинают высадку в нормандии а в 1957 году в москве открывается магазин детский мир в последующие годы магазины с таким названием появятся во всех крупных городах в рыночные времена за торговую марку будут даже бороться предприниматели 1971 год запуск космического корабля союз 11 пилотируемого космонавтами добровольским волковым и пацаном которые по завершении программы 23 дневного полета на 1 пилотируемой орбитальной станции при возвращении на землю из разгерметизации спускаемого аппарата погибнут 6 июня в лос-анджелесе на 94 году жизни умирает рональд рейган бывший президент сша один из известнейших политиков двадцатого века от актера до президента рейган был первым кто проложил этот путь из калифорнии вашингтон в белом доме он провел 8 лет которые были отмечены крупными мировыми событиями система про звездные войны закат холодной войны крах коммунизма и распад советского блока но еще одно событие 1867 год на всемирные выставки в париже польский эмигрант антон березовский совершает покушение на российского императора александра второго но пуля после его выстрела попадает в лошадь почти вся парижская пресса и адвокаты выступят в защиту березовского рассматривая его покушение как акт законной мести за свою порабощенную родину всего несколько лет назад было жестоко подавлено польское восстание 1863 64 годов парижский суд присяжных приговорит 15 июля поляка вместо смертной казни к пожизненной каторге знаменитая парижская гадалка предскажет тогда нашему императору что он переживет 7 покушений ее предсказание сбудется практически на все 100 тяжелаты шапка мономаха с вами был николай пивненко в проекте дата а